Вы решили построить дом из газобетона. Дом начинается с фундамента. Соколь дома из газобетонных блоков должен быть высотой не менее полуметра. Между фундаментом и кладкой обязательно гидроизоляция. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор. Кладка начинается с самого высокого угла будущего дома. В углах здания для кладки каждого ряда натягивается шнур-причалка. По шнуру-причалке и уровню контролируется установка каждого блока. Для корректировки используется резиновый молоток. Торцы блоков типа паз-гребень соединяются без клея. Специальный клей для газобетона используется в горизонтальных швах и прикладке доборных блоков. После укладки ряда необходимо удалить все неровности, затереть теркой. Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ручной пилы и угольника. Для высокой точности резки блоков используйте ленточную пилу. Рекомендуется армировать первый, каждый четвертый ряд кладки, зоны над оконными проемами, дверями. Также армируется пояс под межэтажные перекрытия. Для армирования кладки прорезаются штробы. Очищенное от пыли углубление заполняется раствором. На углах стен штробы закругляются. Арматуру следует вдавливать в раствор целиком. Излишки раствора удаляются. Кладку второго ряда начинают через 1-2 часа после кладки первого. Кладка начинается с угловой перевязки блоков. Каждый блок выравнивается с помощью резинового молотка и уровня. Армированные газобетонные перемычки используются для дверных и оконных проемов и устанавливаются при помощи деревянной подпорки. Более толстая боковая стенка У-образного блока располагается с внешней стороны. Полость У-блоков устанавливается арматурный каркас из 5-6 рядов. Затем полость лотка заливается мелкозернистым бетоном. Бетон следует уплотнить и выровнять за подлицом. При возведении внутренних стен делается гидро- и шумоизоляция. Каждый второй ряд с основной стеной связывается скобами или анкерами при помощи оцинкованной перфополосы. Межэтажные плиты перекрытия опираются на армированный кольцевой пояс. Стыки между плитами перекрытия заполняются раствором. Торцы снаружи закрываются доборными блоками. Наклонные поверхности, проемы сложной формы можно вырезать, используя ручную пилу. Газопитон легко сверлится и пилится. Отверстия под монтажные коробки вырезаются с помощью электродрели специальной фрезой. Канавки для инженерных сетей выполняются штроборезом. Для крепления нетяжелых предметов на стену используется турбодюбель или дюбель показа бетоном. Более прочное крепление дают анкерные конструкции. Для внешней отделки следует использовать специальные штукатурки для газобетона или декоративные штукатурки. Перед их использованием поверхность кладки выравнивается теркой, а сколы заполняются раствором. Облицовку кирпичом рекомендуется делать с зазором. Используйте вибропрессованный кирпич. Благодаря разным цветам и фактурной поверхности он сделает ваш дом неповторимым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok